Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Russian Fear, и мы с вами продолжаем наше приключение во вселенной Ведьмака. Так, чем мы сегодня с вами займемся? Нам? Так, 25 уровень, опасная игра у нас стоит. Достать для Золтана карта Прингиль и Вига из Энгрима и Наталиса. 12 уровень, в принципе, почему бы и нет. Давайте поможем старому другу Золтану достать эти карты. Где это вообще у нас находится? Для начала нам бы узнать, да? Вот здесь. Понятно. Тут еще какое-то доступное задание есть. Ладно. По поводу всего этого дела. Нам надо заодно продать, да, все это. А, это нам надо. Это я сделал мечи различных школ. Их нам надо положить в схрон как раз. Латва. Нам надо сейчас вот сюда. Быстрее. В принципе, тут должно быть недалеко. Так. И отправиться нам надо прямиком отсюда, чтобы нам в схрон наш попасть. Потом уже пойдем на миссию. Заодно там еще какое-то задание есть. Наверное, его тоже возьмем. Что там произошло? Пока что неизвестно. Большой город сейчас. Что-то я заметил. Последнее время прогружается довольно-таки долго, когда в игру не заходишь. Хоть с SSD все стоит. Так, ну давай беги уже. Да иди в жопу. Где хочу, там и шляюсь. Я ведьмак, блин. Так. Выкладываем сюда, значит, мастерский доспех школы волка у нас есть. Но это все, в принципе, у нас школы медведя одеты, да? Ну да, у нас все лучше. Это просто выкладываем. Арбалет школы медведя. Арбалет с какого уровня? 29-го. Рано нам пока до арбалета лезть. А вот перчатки бы. Но они слабее, да? Да. Ладно. Так, что у нас здесь за задание есть? А, Лютик. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчала. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Экимой, может, поможешь старому приятелю? Может, я просто дам тебе взаймы? Сколько тебе нужно? Я могу тебе одолжить. Спасибо, Геральт, но я не взял бы от тебя ни кроны. Знаешь поговорку, хочешь потерять друга, дай ему взаймы. А вот услуга, это совсем другое дело. Какая услуга? Я когда-то встречался с одной девушкой с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из зериканий. И ни в чем доченьке не отказывает. А я здесь при чем? У нее мы и займем. Прямо как читают мои мысли. то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит, а потом даст займы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с холастики. Ладно. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких но. Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома с холастики. Что-то, мне кажется, с Лютиком все хорошо не бывает. Так, кабары мне пока неинтересно. Пойдемте пока поможем Золтану с картами. Так, это где-то здесь. Отлично. Закрыто, но похоже, что Зет там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? В принципе, я предполагаю. Спасибо вам, Геральт. Да не за что. Давай еще выше. Что же творится? Что мы тут имеем? А нифига мы тут не имеем. Так, кому-то поплохело. Это должно быть Зет. Нашел? Нет. А где Зет учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. А что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас? Добрый день. О, сука. Ну, Ринко, теперь твой черед. Взять его! Но это было не сложно. Видно, они здесь что-то искали. Карта есть. Ключ от Ломбарда Зетта. Это ПЛТАрный из колоды белок. Интересно, сколько же это карта стоит? Что искали? Пожалуй, стоит поискать учетную книгу. Или у зада был буйный код, или где-то здесь должен быть тайник. Ну, я даже знаю, где. Похоже, именно тех, кому зад продавал карты. Стальной меч новый. Пиано Ливьер. Плащ золотой парчи. Поеденный моли. Герцог. Так, ну, это понятно. Тут у нас что? Плюс еще у нас карты есть. Золото, стоит на это взглянуть. Так, ведьмачьи древности еще открыли. Школа Волка 5. Кстати, неплохо. Это я купил карты. Так, там, сюда. Помоги у Бога. Так, ну, Золтан, на. Золтан? Да. Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А, все эльфы прекрасны. И много зед с тебя содрал? Зед мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальным? карты. Других карт я пока не нашел. Продал их должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покаж. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но, могло быть, и хуже. Нужно нанести им визит. А, ну, давайте узнаем сначала, кто. Бухгалтер Тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. А рыбалки? Мы познакомились в рыболовном клубе, в карасе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. А Равик кто это? Равик. Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Натальса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Ну, ладно. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в золотой осеток. Добро. До свидания. С Равиком не цацкайся. У такого над ухом гаркнешь, так он опаснется. Ну, удачи, Гераль. Ладно. Так. тут Цезарь, а тут Равик. Пойдемте к Равику. Хотя, да, хотя, почему и нет. Я ничего, а ты че? Ничто не причиняй. Чем-то здесь смердит разлагающийся в мест человеческий. Так, поехали. сначала с Равик издерем эту карту. Не знаю, не ведьмак какой-то, а реально, как принеси, подай, и ты нахер не мешай, блин. Сходи туда, сделай то. Сходи сюда, сделай все. Так, ну это дом этого. Давайте нам сначала не к нему. сначала съездим к этому. А сетр там на берегу должен быть, да? Пожалуйста, еще один страшило. Добрый вы из тебя выжил варек. На причале вот здесь вот, да? У нас это. ну вот же вывеска. Так, дайте, пожалуйста. он где-то снизу, да? Кто знает, кто за душегуб людей убивает. Нет, лучше выпивки, чем сразу по возвращении порт. Мне вот, чтобы перебить вкус соленой рыбы, однаждаться нет, снизу он. Вот он, видимо. Да. Ну вот, пожалуйста, тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь все истории. Дело в том, что наш общий приятель, Равик, как раз собрался сыграть на собственную жизнь. и... У вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было, но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Нет. Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Да Равика мне дела нет. Ведьмак какой-то скучный. что это может быть? Ну как-то все слишком просто. Так, ну и задание как бы на низком уровне, да? Что ты у меня? погнали теперь к золотому дому. Что за времена? Который позолотый покрашен. Кто у нас чем торгует? это банк. Кстати, здесь что такое? Здесь кузнец какой-то. навигра этого просмысель. Сечешь? А, чего у него закрыто? Что нибудь мне продать? Покажи мне свой этап. вот и все в принципе. Серебряный меч плюс 26. У меня хуже меч. Ну, да, ладно, бывает. прощай. Как к этому дому выйти? вот сюда нам, да? Или не сюда? Да, сюда. А вот и Золтан. А, и ты. Как все прошло с травиком? Карта с Наталисом у меня. Ну, вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзона и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в Повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингивии. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для эмигранта значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты кажется говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним непросто выпить, потому что он редко выходит, а значит он сразу накушается до изумления. Три стопки и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распивая при этом про трех девиц из Викуара. Ну ладно. Что это за коллекция? Ха, никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю там про садомию или металлургию. Да ты мне наверное потом про все расскажешь. Ну пойдем. Ну пошли. Живой Цезарь Бильзер еще помнишь спор о том кто король Понтера король Понтера Щука Ну вот видишь А я пришел тебя убеждать что сом и притом не с пустыми руками А это кто? Это это Геральт А Геральт рыбу ловит? Угу Да Да В прошлый раз я поймал на червя такого окуня В Понтере Ну да На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу Прошу Ну и что с того что судак чаще клюет если он на вкус как говно в помоях Да это из тебя такой повар как из козьего гузна кларнет Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику И на вкус было как тимьянчик с говном Ха 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 Сыт Взял я прошлым разом Геральт а ты что скажешь Как по-твоему судачок на вкус Давайте так прошлым разом не говорят Кого ты ко мне привел Хивай Какого-то долбаного чистоплюля А ты слышал Бильзин что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал Да брешет как всегда Пантерские щуки не такие дурны чтоб на его тухлый горох кидаться Они только на живца берут Или на червя Но не особо Я вот как-то выкопал такого жирного красивого что сам бы сожрал Ну не знаю Геральт а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? На живца На живца Ну Вот видишь Кивай Из него еще выйдет добрый удичек Всего лет через пятьдесят шестьдесят Поживем увидим Геральт Метнись Принеси еще бутылочку Через минуту Живо Ты что забыл зачем мы сюда пришли Как тут наберешься с одной бутылки Ладно на еду И куда нам сейчас обыскать верхний этаж Я с тобой больше ловить не буду Близня в центре Кномские проказы Это-то наш вроде бы прикреплен к столешнице Ящик открыт Так а вот треугольные отверстия в стене Интересно Сюда ключ может быть вставлять нет Кружка Серебряный подсвечник Ну по-любому должно открываться Подходит Потайная дверь за книжным шкафом Классика Я так и думал Потому что там отверстие так красное нефритовая статуэтка Человек его не вырезали но создали с помощью магии Жаль нельзя расспросить об этом Трис Еда нам пригодится Так Давайте осматриваться Веревка на которой был повешен Стефан Скеллен У него тут музей типа Неплохо Неплохо Ну это все шикарно Картина Портрет Императора Янгыра Темпер Дерево Довольно Подхалимский Я бы сказал Ладно А где карта Так Мы уже вроде все обыскали Портрет Императора Янгыра Темпер Дерево Довольно Подхалимский Я бы сказал Так Ладно Мы же все осмотрели А вот и она А вот и Фрингилья Ну конечно Сука Золтер Пора собираться Ага Поздно уже Погоди Ты же бутылку собирался принести Вы уже уходите Привет Бильзон У нас для тебя новости от шефа Новости Какие новости Мастер Тесак очень недоволен Минуточку Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах я все объясню поздно Взять его А вы двое проваливайте отсюда Давайте так Оставьте его в покое За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно Ну вперед Не торчать же нам тут целый день Что с кулака положил двоих Спасибо Придется мне с Тесаком еще объясняться Лучше в письме Верно Пойду собирать вещи Ну удачи Бывай Эх доброе у тебя сердце Геральт Одно Неплохо ты уделал последнего Аж по стенам брызнуло Так Ну у нас все карты Что теперь Теперь мы загребем за них кучу денег Пойдем Не может так все просто кончиться я думаю Надо побыстрее заканчивать с этим обменом Опасаешься что клиент передумает Скорее уж я передумаю У меня тут было столько желающих что я их Ну пойдем А не он ли там убитый лежит Ну наконец то труп уже остыть успел Это что еще такое Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет примерно в такой последовательности А теперь попрошу карты Надеюсь раздобыть их было не слишком трудно Попробуй их забрать узнаешь Один Я не такой глупый как граф Ты наверное это уже понял За работу Краснолюда попробуйте взять живьем Мне с ним потолковать надо Сейчас сделаем Геральт Эта манда убегает с моими деньгами Он пешком уходит Сука с нашими деньгами Догони ублюдка А я займусь остальными Заходи сзади А ты пазл Ну иди сюда Ты меня все равно не царапаешь даже своим ножичком Геральт Давай за ним Я все равно не поспею Сейчас соберу тут что у них выпало Может у них что-нибудь хорошее выпало Что-то еще лежит Вот малый глиф Как никак Так нам сюда Но сначала сделаем вот так Сухофрукты бутылка воды Куда он наверх Какую Две двери какую в эту сердце Ты не уйдешь Не трать зря силы Так что у нас по дороге еще нет вроде ничего нет ладно Полез выше да Или нет Что-то я не понял куда он делся Закрыто Отсюда мы пришли в таких обычно ничего хорошего не лежит изумрудная пыль пригодится Так Нет он пошел ниже Так куда он пошел то блин Черт его дери Вот он Нужен ключ А если вот так Тут вроде ничего нет опция Но это не страшно Не шипи Так Они сами падают А это он типа убил Оставь меня долбаные утопцы Тут бы пригодился ведьмак Очень смешно Если я отдам тебе деньги ты оставишь меня в покое Нет нам не надо больше бандитов что это наша последняя встреча И что догнал деньги у тебя Да А что с герцогом ты его прикончил Да И очень хорошо Ну Геральт ты что предпочитаешь деньги или карты без тебя я бы не справился так что ты выбирай Если хочешь наличные не вопрос Я за час найду другого покупателя Я деньгами я не играю в винт будь по-твоему я все равно успею расплатиться с королем нищих тут он удивится Удачи Спасибо Геральт И помни Сом король вам не понравилось Хотя по-моему сейчас дизлайков на ютубе нет Увидимся в следующей серии Всем пока